Широчайшую известность этому актеру принесла роль Сильвестра Сергеева в популярном комедийном сериале «Универ» и его спин-оффе «Сошатаня». Герой Климушкина произвел на зрителей неизгладимое впечатление, заставляя их смеяться до слез, а сам актер получил море зрительских симпатий и массу восторженных отзывов, где его называли комиком, похлеще Луи де Фюнесса, комедиантом от Бога и говорили, что таких комедийных актеров в нашем кинематографе можно пересчитать по пальцам. Единственное, чему удивляются зрители, почему этого талантливого комедийного актера очень редко приглашают сниматься, ведь он стал настоящей «изюминкой» сериала «Универ», да и все остальные 16 проектов, в которых он принимал участие, держались, по сути, исключительно на его игре. Родился Алексей в 1965 году в Ленинграде. Желание стать актером возникло у юноши еще в школьные годы, но поступить в вожделенный профильный вуз ему удалось не сразу. Алексей отслужил в армии, затем работал довольно долго в молодежном театре, перепробовав все специальности, не имеющие никакого отношения к театральному действу, и только с четвертого раза стал студентом лгитмик, поступив на факультет актерского искусства и режиссуры. В институте его сокурсниками были известны и ныне личности Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Ребята быстро стали неразлучными друзьями, и сохранили эту дружбу на долгие годы. Окончив в 1992 году вуз, Алексей с радужными надеждами окунулся в мир кинематографа и получил роль в фильме «Смерть гробокупателя», но, как оказалось, она стала для него первой и последней на ближайшие 10 лет. Понятно, что суровые 90-е годы выбили из колеи даже известных актеров, а что уж говорить о начинающих. Неизвестно, чем бы стал заниматься Климушкин, если бы руку помощи ему не протянул его друг Дмитрий Нагиев, который на тот момент обосновался на «Радио Модерн». Алексей с радостью согласился стать диджеем на этой радиостанции, и уже вскоре начал выходить в эфир под псевдонимом Аркадий Арнаутский. С приходом нового тысячелетия Алексей сделал вторую попытку закрепиться на экране, и в 2001 году появился в сериале «Черный ворон», съемки которого длились 4 года. И хотя актер стал, наконец, сниматься, но это были очень редкие и лишь эпизодические роли, которые не сдвигали его с мертвой точки. В 2004 году с подачи Нагиева Алексей попал в комедийный сериал «Осторожно, задов», где тот играл главную роль, и в этом проекте снимался около года. После чего опять получил несколько эпизодических ролей, и только в 2008 году ему удалось сделать настоящий прорыв в карьере. Это был сериал «Универ», где актеру досталась одна из главных ролей – олигарха Сильвестра Сергеева. Стоит заметить, что персонаж Климушкина мгновенно стал одним из самых любимых героев этого проекта, а его меткие высказывания, доводившие зрителей до слез от безудержного смеха, тут же превращались в афоризмы. Затем актер в образе этого персонажа перекочевал в спин-офф сериала «Сошатане», и, снявшись еще в двух проектах, опять исчез с экранов. О личной жизни Климушкина практически нет никакой информации. Известно, что он женат и имеет двух взрослых сыновей, один из которых стал архитектором, а второй – оператором. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?